Продолжается программа «Дневной разворот» в студии Владимир Сметанин и Светлана Занько. Еще раз здравствуйте. 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 Мы переходим к нашей второй теме. Тема заинтересовала. Вот с подачи Светланы мы решили обсудить ее. У меня, конечно, какого-то конечного мнения нет на сей счет. Пока не могу разобраться, то ли это попытка властей в очередной раз зарегламентировать то, что не надо регламентировать. Пусть каждый человек решает сам, собственно. Сколько работ ему нужно. Либо это реальная забота действительно о нас. Давайте разбираться с нашими специалистами. В ходе эфира мы будем подключать представителей разных сфер деятельности. Ну и постараемся выяснить, что к чему. 211 номер телефона прямого эфира. Если вам удастся внедриться между нашими экспертами, мы будем очень рады. Но и на сайте эфира.ру и в нашей группе ВКонтакте есть опрос среди моих родственников, друзей, тех, кто работает в нескольких местах. Есть, нет, я сам такой, такая. На сайте сейчас 60% ответивших сказали, что есть. Нет, 30%. И сам так работает человек, 10% сказали. На странице ВКонтакте 62% голосуют за вариант «Есть». Суместительные, несколько работ. Да, в моем ближнем кругу, те, кто работают в нескольких местах. Собственно, о чем речь. Накануне появилась информация о том, что депутат Госдумы и председатель Объединения Просоюзов России и Соцпроф Сергей Алексеевич Выстрецов планирует разработать законопроект и внести его на обсуждение Госдумы. Законопроект как раз-таки запрещает работать нам с вами по совместительству или в нескольких местах. Ну, вот когда я это прочитал, у меня сразу же вопрос, а, собственно, а как проконтролировать-то, да? Зачастую, если человек занимается подработкой, то она неофициальная. Он, кстати, в своем интервью, в большом и развернутом в парламентской газете, тоже комментирует этот вопрос. Но у нас есть свои специалисты на связи. Сейчас Игорь Бондарев, руководитель Кировского регионального отделения Объединения профсоюзов России, уже на связи. Игорь Викторович, добрый день. Добрый день. Добрый день, да. Обсуждали ли вы в своей организации, в региональном отделении вот это предложение Сергея Выстрецова запретить подработки? Более того, буквально месяц назад состоялся круглый стол в Госдуме, где, в общем-то, были приглашены и наши специалисты из Кировского соцпрофа высказать свое мнение по данной проблеме. И что, какие оценки прозвучали? Ну, мы однозначно поддерживаем мнение нашего лидера. Оно сформулировано на данных от Владивостока до Калининграда о том, что неофициальные подработки должны быть запрещены. Трудовый кодекс, должны быть выбраны все противоречия и соблюдены права работников. Причем основной довод был у нас приведен, это отсутствие денег в бюджете на том, чтобы оплачивать достойно переработки работников. Не, подождите, при чем тут бюджет? Мы говорим о работах разного рода. Это могут быть бюджетники, которые подрабатывают в частных компаниях. Это могут быть в частных компаниях люди, работающие сразу на нескольких работах. При чем тут бюджет? Дело в том, что если в кодексе есть такое понятие, внутреннее совместительство, под эгидой которого у нас происходят очень нехорошие вещи. Допустим, вот у нас хирург может в день оперировать только 6 часов. Если он действительно по трудовому кодексу действует, он будет оформлен по совместительству, то у него должна быть переработка и ограничение этой переработки, чтобы, не дай бог, не наделал ошибок от перетомления. То есть, продолжим, хирург работает в муниципальной больнице, он работает там по трудовому кодексу определенное количество операций и времени, но в выходные не работает. Он работает в частном, например, медицинском центре и там делает операции. И это никак не совмещается, вы это имеете в виду? Нет, мы имеем в виду то, что в одном учреждении или рядышком, так сказать, человек, вместо того, чтобы оформить ему переработку, ему дают 2-3 ставки. По этому поводу, кстати, он четко высказал Савастрецов на круглом столе. Он сказал, что вот вы, господа из Минтруда, Росздрава, все время приводите, Минобразование, приводите пример о том, что у нас нехватка кадров в отдаленных местностях или здесь, но в основном мы видим другую проблему. Что у нас в городах на 2-3 ставки оформляются люди, имеющие возможность это сделать, то есть власть. А вот это внутреннее совмещение мы с вами можем увидеть, ну и принять, скажем, где-то в Читинской области, где километров за 100 есть одна школа, и учитель географии одновременно является директором и стопняком, и уборщиком. Это понятно, да, то есть там безысходная ситуация. А вот если брать больницы, образовательные учреждения, то там, как правило, переработка не учитывается. И за работой на 2-2 ставках у нас еще искажается и статистика. Игорь Викторович, вы же анализировали, почему сложилась такая ситуация, что учителя и врачи вынуждены работать на нескольких ставках. Вы же знаете об этом. Она повторяет у нас с вами ситуацию, то, что было по МРОТу. То есть соцпроф, в том числе, вместе с другими профсоюзами, более 6 лет говорил о том, что у нас МРОТ ниже прожиточного минимума. Точно так же я бы не зря упомянул и про Минфин. Основное возражение в том, что если нормально считать всю переработку, то, как люди должны работать и достойно оплачивать, то, во-первых, этому же врачу не придется идти в частный центр, это раз. А во-вторых, это приведет к тому, что мы должны будем платить по условиям Международной организации труда. Ну и как вы думаете, вот таким своим предложением запретить совместительство не получается ли так, что мы сейчас его запретим, а в то же время условия труда, на которые вы пеняете, то есть повышением РОТа, работодатель должен высчитывать все переработки и так далее, они не изменятся. И люди потеряют возможность зарабатывать достойные деньги. Ну, видите, все-таки мы, наверное, должны перестать латиноамериканской или африканской страной. Нет, я просто говорю, что, может быть, последовательность другая должна быть. Нет, мы давайте все-таки не будем вопросы загонять в угол, проблемы прятать от себя. Действительно обозначим, что у нас не хватает врачей и учителей, и что они должны получать достойную зарплату. Не так, чтобы, скажем, у главврача была разница с обычным врачом в несколько раз по уровню заработной платы. Еще поясните, пожалуйста, проблема существует, и, к счастью, она начала потихонечку решаться. Речь-то идет все-таки о внутреннем совместительстве, когда в рамках одной организации структуры человек работает? Или все-таки куда-то еще на сторону? Почему у нас врач вынужден, если брать пример, идти подрабатывать в частном центре? И действительно, я вот сам прихожу в поликлинику, в больницу, потом того же врача встречаю в частном центре, где совершенно другое, скажем, качество оказания услуг, но за это приходится платить. А скажите, насколько актуально это совместительство для нашего региона? Есть какая-то статистика, подсчеты? Безусловно, потому что есть у нас, так же, как и для всех регионов, статистики сложно сказать, но я вам еще раз говорю, эта проблема, она обозначилась от Владивостока до Калининграда. Она еще во Владимире, там, так сказать, очень сильный профсоюз, который поднял вопросы учителей. Спасибо большое. Помните, еще в Костроме. Спасибо за комментарии. Игорь Бондарь, руководитель Кировского регионального отделения Объединения профсоюзов России. Соцпроф. Что, небольшая пауза у нас, да? И будем подключать других спикеров. Мы задаемся вопросом, запретят ли россиянам работать по совместительству. И обсуждаем инициативу члена Комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Сергея Вострецова. А сейчас на связи Роман Берестнев, руководитель Федерации профсоюзов Кировской области. Роман Александрович, добрый день. Добрый день. Как вы можете прокомментировать эту инициативу и какие существенные изменения, которые повлияют на деятельность людей, вы видите в ней? Я считаю, что эта инициатива не совсем просчитанная и продуманная. Мне кажется, что сейчас решать вопрос о ликвидации совмещения и совместительства не совсем рационально. Это дает возможность людям дополнительно зарабатывать и увеличивать свое материальное благополучие. И поэтому считаю, что пока эта инициатива не совсем своевременная. Люди, у людей тут исключительно прагматический подход, больше работать и больше принести в свою семью. Ну, я думаю, что это абсолютно логично. Тем более, ведь у нас сегодня мы понимаем, вот сейчас сегодня на законодательном собрании обсуждалась цифра по обеспеченности врачами лечебных учреждений Кировской области. Процент обеспеченности где-то в районе 80%. А каким образом остальную работу выполнять? То есть, естественно, это решается за счет совмещения, совместительства. И вот таким образом сегодня медицинские услуги получают наши граждане. А вот соцпрофовцы говорят, что в случае совместительства зачастую человек все-таки не получает тех денег, которых бы он был достоин. Вот такая у них позиция. Я не считаю, что это право человека принимать решение о дополнительной какой-то работе и логике в том, что он что-то дополнительно не получит. Ну, очень сложно понятно. То есть, человек сам выбирает решать им этот вопрос в положительном плане, либо не решать. Роман Александрович, есть ли действительно, по Вашей оценке, в России проблема, которая как раз и вызывает необходимость людей работать по совместительству? И в чем она заключается? Конечно, есть. Мы считаем, что на сегодняшний день уровень оплаты труда не сильный высок в большинстве отраслей. Если даже сегодня мы говорим о минимальном размере оплаты труда в Российской Федерации, которая с 1 мая будет составлять 11 163 рубля, то по сравнению с европейскими странами этот показатель все равно примерно на 100 евро ниже, чем даже в экономических показателях стран Восточной Европы. То есть, где не самые высокие показатели минимальной заработной платы. Надо здесь двигаться по увеличению уровня оплаты труда, и тогда, наверное, эта проблема будет уже решаться более активно, и проблем уже будет меньше по вот этому направлению. А вот такой вопрос еще, если и двигаться в этом направлении, а как проконтролировать-то, совмещает работник, не совмещает, если он где-то на стороне работает? Еще раз говорю, что это право работника, и здесь не надо ограничивать работников в этих правах. Спасибо. Роман Бериснев, руководитель Федерации профсоюза в Кировской области, 211.1. Если вам удастся прорваться между нашими экспертами, пожалуйста, звоните и обосновывайте. Прорваться в эфир. Да, прорваться в эфир. Не протиснуться физически, да. Да, обосновывайте. Хорошо совмещать или плохо совмещать. Ну вот... Ну давайте доводы выстрецовывать еще. Конечно, да. Я к этому же хотела тоже вернуться. Прежде всего, вот первым доводом он называет, что жизнь и здоровье человека страдает от того, что он работает в двух-трех местах. Он не успевает полноценно отдохнуть, восстановиться, что, естественно, отражается и на качестве его работы. Но сейчас у нас как раз Дмитрий Хохлов. Нет, у нас слушатель. А, слушатель. Прекрасно. И Дмитрий Хохлов. Да. Алло, добрый день. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Да мы узнали вас. Вы наша постоянная слушательница. Ага. Так, я хочу сказать, что можно найти вторую работу без оформления. То есть подрабатывать на другой работе. Так многие делают. А можно работать и по двум трудовым книжкам. И там, и там получать зарплату. Интересно. Так хорошо это или плохо с планом? Да, хорошо. По двум трудовым получать. Очень хорошо. Вот Сергей Вострецов, который предлагает ликвидировать совместительство Российской Федерации. Как вам его предложение? Так никакого совместительства не надо. Там меньше платят. Премиум меньше платят по совместительству, чем на основной работе. Ну, так надо или не надо? Я не очень вас поняла, Светлана. Надо запрещать возможность. Я говорю, что по двум трудовым книжкам очень хорошо работать. И там, и там получать зарплату. Понятно. Спасибо, Светлана. Мне кажется, человек не задумывается оформлять ему на второй работе. Я не очень представляю, что есть такой механизм, что две трудовые книжки могут быть. Я впервые об этом случаю. Ведь по одной трудовой книжке тебе начисляются все там выгоды. По-моему, один гражданин, одна трудовая книжка. Но кто-то имеет, видимо, возможность такую штуку сделать. Это, не знаю, незаконно, наверное. Мы узнаем. Мы сейчас узнаем у специалиста. Я надеюсь, что мы дозвонимся до Дмитрия Хохлова. Правильное дело ударения. Заместителя директора Кировского регионального центра охраны труда. Ну, так вот. Значит, Вастрецов. Кроме того, что он заботится о здоровье людей, которые не могут восстановиться. Мне очень нравится эта забота. Это очень трогательно. Он, кстати, молодой достаточно еще мужчина. Да, это очень трогательно. На самом деле мы понимаем, что в некоторых странах других там как раз ограничивают время работы в том числе и в том числе, а не только потому, что это сказывается на здоровье человека. Есть какие-то определенные расчеты, подсчеты. Вот, может быть, заместитель директора центра охраны труда нам и скажет, что он со здоровьем людей, которые перерабатывают. Да, смотри, какой еще Вастрецов приводит аргумент. Весомый, на его взгляд. Много выпускников у нас мечутся в поисках работы. А места все заняты. А места уже все заняты и заняты именно совместителями. Совместителями. То есть люди, которые совмещают, они забирают места у молодых специалистов, которые не могут трудоустроиться. Ты знаешь, может быть, это и есть проблема. Я вот как бы не специалист, но, может быть, она такая и есть. Я тоже досконально не знаю все. Но емкость рынка этого подработки, она, наверное, велика, потому что мы же регулярно и во многих местах видим эти объявления на подъездах, подработка, подработка. Мы только не знаем, какого рода на самом деле. Три часа в офисе и так далее. На моем подъезде объявления, знаешь, какие висят в основном? Значит, требуется высококвалифицированный специалист. Меменджер там высшего звена, бла-бла-бла, работы от 45 тысяч. Ты можешь себе представить, что вот там на работе от 45 тысяч расклеиваются бумажные объявления на подъездах? Ну, трудно себе это представить. То есть я даже не знаю, что там за этими объявлениями на самом деле скрывается. Насколько это законно, да? Давно мы о спайсах не говорили, Володя, да? Не знаю, вот какая-то такая история. Ну, и еще, значит, что говорит господин Вострецов, который предлагает запретить подработку и совместительство? Он говорит, что будет польза, если запретить еще и материальное, потому что зачастую под совместительством скрывается обычная переработка, и люди получают не те деньги, которые им действительно положены. Это если там внутри совместительство, внутри одной компании, если я правильно его понимаю. Кроме того, Остров, например, встает вопрос, когда дело касается больничного. При работе по совместительству своя специфика его оплаты. Болеть совместителем финансово невыгодно. Человек теряет деньги и за работу, и за больничный. Болеть вообще невыгодно, ни в каком отношении. Но тут действительно есть такая история, и она еще раз, судя по кинофильмам, я никогда не работала в зарубежной компании, она существует абсолютно везде. Ну, давайте сейчас специалист по охране труда нам свою точку зрения на сей счет выскажет. Это заместитель директора Кировского регионального центра с таким названием, Дмитрий Хохлов у нас. На связи, Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Да, ваша позиция по поводу запрещать, не запрещать совместительство? Вы знаете, вот вопрос, который сейчас затронули в программе, он, на первый взгляд, как будто и не самый даже актуальный, с одной стороны. Но, с другой стороны, когда мы говорим про переработки, про интенсивную какую-то занятость человека, безусловно, формируется при этом определенное психологическое состояние, накапливается усталость, и с точки зрения безопасности, ну, конечно, вероятность травмы, ошибки человека, она возрастает. Но тут бы хотелось разделить, вот, с точки зрения охраны труда, работы с повышенной опасностью, опасной работы, и работы во вредных условиях труда. Тогда, действительно, это все представляется очень актуальным и важным, чтобы работники, ну, не перерабатывали в этих направлениях и успевали восстановить свое здоровье в будущей смене. Что касается остальных случаев, то мне кажется, что, если вы даже посмотрите Конституцию, 37-ю статью, где сказано, что каждому право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать труд деятельности и профессию, то здесь может быть какое-то ущемление, вот, на мой взгляд. Вот. И третий момент по этому вопросу, мне кажется, существенный в том, что такие инициативы нужно реализовать на информационном фоне, пропагандирующем создание высокоэффективных рабочих мест, пропагандирующий непрерывное обучение работников. Потому что в корне проблемы, мне кажется, вот как раз ситуация, когда люди вынуждены на свой хлеб зарабатывать таким интенсивным трудом зачастую, и проблема как раз в том, что они работают много, но не так эффективно может быть. Проблема большая, что у нас за чертой бедности огромное количество людей, и к бедным относится очень много людей. У меня такой вопрос, Дмитрий. У нас как-то законодательно в стране ограничено максимальное рабочее время в неделю? Ну, естественно, есть такие нормы, но что касается работы по совместительству, то здесь работник не обязан на сегодняшний момент информировать работодателя о такой работе. И вот в этом как раз и большая проблема. Работодатель может и не знать о том, что работник где-то еще перерабатывает. И вот если бы регулировать как раз те работы, где вредные условия труда, где работник должен защиту временем, так называемую, получить, и опасные работы, ну вот, или ответственные даже работы, да, вот скажем, работа хирурга, работа пожарного, полицейского, не знаю, то есть тех, кто действительно может своим трудом причинить, ну, некачественным трудом причинить какие-то последствия для других неблагоприятные. Вот тут надо очень подумать хорошо, и, может быть, действительно, эта инициатива, она вот будет оправдана. А позиция... Но если это фрилансер, если это надомная работа, то здесь, мне кажется, человек должен сам решать, сколько он будет, чего работать и так далее. А позиция работодателя, вот если основное место работы, да, у сотрудника, по идее, работодатель должен быть заинтересован в том, что его сотрудник нигде больше не трудился, чтобы он приходил утром выспавшийся, в хорошем настроении, чтобы исполнял свои непосредственные обязанности хорошо, создавал ему достойные условия труда и достойную заработную плату. Согласен, конечно. Конечно, работодатель, вдумчивый, современный, серьезный работодатель, он, конечно, должен быть заинтересован в том, чтобы только у него работники работали и нигде не совмещали. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Хохлов, заместитель директора Кировского регионального центра охраны труда. 211-101 номер телефона прямого эфира. До перерыва еще успеваем сказать, что... И эти данные приводит как раз господин Вострецов, что по информации Роструда, Минздрав в Роструд предоставил информацию, что 20% от медработников всех категорий трудоустроенных по основной должности, 20%, а нет, совместителями работает 20% от медработников всех категорий трудоустроенных по основной должности. А вот Минобор и Минкульт и Росстат информацией не поделились с депутатом Государственной Думы. То есть я не знаю, есть ли у нас такая вообще статистика, Я искал, я не нашел. По совместительству работает. Но я не знаю ни одного человека, практически, кто не работает только еще раз в крупных международных компаниях или крупных госкомпаниях, которые не искали бы себе время от времени подработку. Прерваемся сейчас буквально на полторы минуты и продолжим разговор. Запретят ли нам работать по совместительству? И желаем ли мы совмещать разного рода работы? Для чего мы это делаем? Как на нас сказываются переработки? И насколько часто вынуждены мы совмещать, может быть? Да. Вот тема нашего сегодняшнего разборота. Все это связано с инициативой члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председателя Объединения профсоюзов России Сергея Вострецова, который говорит, что мы много болеем, мы не можем отдохнуть, восстановиться из-за того, что вынуждены перерабатывать. Мы занимаем совместители места, на которые не могут устроиться молодые специалисты. Вообще что-то надо с этим делать. Но нет никакой статистики о том, какое количество людей в России совмещают, потому что нет обязанности у россиян предоставлять сведения основному работодателю о том, где ты еще подрабатываешь и на каких основаниях. Лишь бы ты являлся в определенное время на основное место работы, делал свое дело, как говорится. Но здесь абсолютно, конечно, прав и Сергей Вострецов, и ты, Володя, и Дмитрий Хохлов, который с нами был в предыдущем часе, что, конечно, люди, которые вынуждены много... Помнишь, это история еще с советских времен. Днем папа работает, значит, там-то, а ночью вынужден... Молодой папа, почему-то, молодой папа. А ночью вынужден вагоны грузить, чтобы обеспечить, значит, свою семью. Эта история, по-моему, всегда была. Но это советского-то времени больше, наверное, студентов касалось. А студенты не только семейных студентов. А давайте студентам тоже запретим работать, пусть только учатся. Мешает, кстати, да, работа, наверное. Мешает, вот и я в студенческую свою пору. Я практически все годы обучения работал, по ночам в том числе. Ну, тяжело было, конечно, с утра потом на пару являться. Жить-то как? На пару являться, но как-то ведь работал. Как жить-то? Я думаю, что ведь совмещают люди не потому, что им так очень хочется, а очень хочется работать безудержно и уставать, потому что финансовые проблемы существуют. Елена Шарова, врач-психотерапевт, с нами на связи. Елена, добрый день. День добрый. Добрый день. Поясните, пожалуйста, вот действительно эта работа постоянная, она в такой психологический загон в гоне человека. Насколько это опасно? Да, Елена, часто к вам обращаются люди, которые, ну, там, трудятся неустанно. Трудогонники. Вынуждены работать. Да, есть такие клиенты, которые обращаются с усталостью из-за большого объема работы, но это в большей степени индивидуальные предприниматели и бизнесмены. Что касается вот переработки, здесь необходимо просто задавать себе вопрос, какой цель люди это делают. Вообще любая работа, она направлена на то, чтобы заработать на отдых. И если человеку не хватает от одной работы денег для того, чтобы отдохнуть, он вынужден работать больше. Хотя бы для того, чтобы предоставить себе возможность отдохнуть качественно и отдохнуть так, как он хочет. И поэтому здесь такая медаль, ну, скажем, о двух сторонах, да, две стороны одной медали. С одной стороны, человек работает долго, вынужден отдыхать потом очень качественно и, ну, и устраивать себе отдых соответствующий. А с другой стороны, ну, человек, естественно, устает. И здесь вообще я против, честно сказать, этого закону. Почему? Потому что существует мотивационная такая пирамида Маслоу. Ее знают очень многие. И первая ступень – это обеспечить себе физическую безопасность. То есть прокормить себя, чтобы был дом, чтобы содержать семью, чтобы плачать эти же коммунальные услуги. И одна работа на сегодняшний день, если говорить про работу, ну, в рамках, скажем, просто предпринимательства, да, она не дает того большого дохода, чтобы человек мог себе это все позволить в полном объеме. Ну, если говорить даже про организации какие-то, да, бюджетные организации, зарплата, мы сами знаем, что в большей степени она невысока. И человек не может обеспечить все потребности физические. И если человеку запретить совмещать, мы быстрее человек введем в состояние невроза, невротических расстройств, потому что появится неудовлетворение потребностей, витальных, вот этих витальных потребностей, физической защиты себя, своего здоровья, своего жилища, своих детей. Поэтому я, конечно же, как психотерапевт против этого закона, возможно, здесь закон необходимо рассматривать повышение именно минимальной оплаты труда, чтобы человек мог себе позволить на одной работе заработать ровно столько, чтобы обеспечить качественный отдых с одной стороны и физически себя защитить, и свою семью. Спасибо. Елена Шарова, врач-психотерапевт, 211.1. Совмещаете ли вы, совмещали ли когда-нибудь? И чем вы мотивируете свое совмещение, если вот вы делаете такой выбор, или вам не предоставлено выбора, и вы вынуждены совмещать сразу несколько работ? Работать денег, чтобы купить всех. Ну что, ну ты зарабатываешь еще раз, там, да, ребенок появляется, квартиру нужно платить. Ну, постоянно запросы растут, да. Повышается оплата на ЖКХ, там, да, на проезд, на то, на все, на пятое-десятое, до отдыха порой, и не доходит действительно дела, и денег не хватает. Но я, кстати, сомневаюсь, что каждый ударно трудящийся потом может ударно отдохнуть и абсолютно отключиться от своих трудовых будней. По работе на двух-трех работах, и в театр. В театр. Да, у нас есть, да, у нас есть... Мнение слушателей сейчас узнаем. Алло, добрый день, вы в эфире. Добрый день. Как вас зовут и ваша точка зрения? Меня зовут Святослав. Я с предыдущим дозвонившимся человеком согласен о том, что зарплата все-таки должна быть адекватной, и когда зарплата будет адекватной, то есть люди не будут искать подработку. В любом случае, когда человек работает на основном месте работы и подрабатывает, он разрывает усталость есть, и, соответственно, к основному месту работы и к дополнительному месту работы несколько уже снижается коэффициент трудового участия. Вот мое вот такое. А сами вы когда-нибудь совмещали? Я, да, но у меня была в свое время очень хорошая зарплата по условиям Кирова в порядка 80 тысяч рублей, но с учетом того, что как бы такие хорошие зарплаты и на них двигаются их людей, то есть я потерял и потом был вынужден тоже работать на двух и трех работах. Чтобы поддержать прежний уровень жизни? Да. И получалось поддержать прежний уровень жизни? Или все-таки эти две-три работы даже и первоначальную зарплату не... Нет, конечно, нет. У нас в Кирове таких зарплат, честно скажу, что очень мало. Сейчас вообще ценник по зарплатам очень сильно упал. То есть если раньше, в 2006 году у меня просто окладная часть была, 40 тысяч рублей просто окладная без таких премиальных, то сейчас у меня ценник вообще упал в разы. А среди ваших знакомых, друзей много ли совместителей в настоящее время? Достаточно много. Вот о чем говорят, что, допустим, как вот там дозвонившийся говорил о том, что там пожарники, не пожарники. Им-то, кстати, запрещено вообще совмещать. То есть по существу они-то ничего не теряют. И есть числа людей без бизнеса, которые у меня работают. То есть многие сейчас хотят, наоборот, уйти куда-нибудь на госслужбу, чтобы зарабатывать вот эти несчастные стажевые баллы и так далее. То есть пусть даже там несчастные 13-15 тысяч рублей. Но хотя бы какие-то страховые-то там выплаты. Поэтому стремятся на госслужбу попасть. Да, даже за копейки, хотя как бы и у меня и в налоговой очень много знакомых работают, и вроде и плащут, и с СССР работают. А нас никто никуда не берет, и мы готовы даже вот за эти копейки. Понятно, что и нагрузка у них большая по регламенту. Но вот люди сидят, потому что больше работы нигде нет. Спасибо, Светлана. Я вот в принципе еще предлагаю о том, что как бы все-таки, вот как раньше в Советском Союзе были тарифные ставки. То есть, ну, не может же быть, что, допустим, продавец получает 40 тысяч рублей, да, а врач-терапевт получает, ну, 20, ну, 30 тысяч рублей. Какие-то соотношения какие-то должны быть. Тоже вопрос. Да, спасибо большое за ваше мнение. 211-101 номер телефона прямого эфира. Обсуждаем инициативу Сергея Вастрецова, депутата Госдумы, о запрете работать по совместительству. Вот, пожалуйста, люди рисуют картину. Кстати, забыл я спросить у врача-психотерапевта. Возможно ли такая ситуация, когда человек на основном месте работы, испытывает такой психологический дискомфорт, когда он, знаешь, стесняется сказать, например, да? Мне кажется, очень распространенная ситуация, конечно. И не только об этом стесняется сказать на основных местах работы люди. Мне кажется, очень о многом, безусловно, да. Мы хотели бы еще доктора выслушать по этому поводу. Все-таки, да, заявил Сергей Вастрецов о том, что мы серьезно теряем по здоровью, когда совмещаем работу. Ну, сейчас узнаем, на сколько мы лет сокращаем нашу жизнь, совмещая работу. Наталья Шулятьева у нас в эфире, заместитель главного врача Кировской горбольницы номер 9. Наталья Васильевна, добрый день. Здравствуйте. Да, вот мы оттолкнулись от предложения, которое должно вылиться в законопроект, чтобы запретить россиянам искать вторую работу, третью работу. Действительно, это очень отражается на нашем здоровье физическом. Переработка. Вы знаете, категорично сказать, что отражается, может быть, не скажу, потому что каждый для себя сам выбирает приоритеты, как работать, какой объем работы выполнять. Конечно, может быть, на качество работы как-то и сказывается, но смотря, кого брать. Одно дело, когда грузчик, который берет объем работы в три раза больше, сколько он так протянет, день, два, три, месяц, потом действительно, может быть, инвалидность грозит. Другое дело, когда эта работа немножко более щадящая, скажем. Сгорел на работе, существует такая фраза. У вас в практике случалось общаться с такими пациентами, которые действительно из-за постоянной работы, из-за переработок... Физически страдают. Да, физически страдают. Их страдает и физическое здоровье. Такие очевидные у них отклонения начинают развиваться, да, физического плана, там еще что-то? Ну, конечно, пациенты такие бывают. Но, опять же, тут стоит, может быть, сказать, какой вид работы и выполнять рекомендации, можно, понимаете, работать в круглосуточном режиме, действительно, без отдыха, без перерыва, без режима труда и отдыха и сна. Ну, а можно подходить более рационально к этому. Ну, мы понимаем, Наталья Васильевна, что когда поступают пациенты, то медики, они, собственно говоря, анализируют текущую ситуацию, да, оккупируют то, что сейчас нужно прямо зафиксировать, лечат. И вряд ли там заложена в схемах лечения история, когда медик допытывается, а что и где, из чего это идет. Ну, на следственность там проверяем предыдущие болезни какие-то. Ну, уж на скольких работах человек работал и на чем он погорел, и почему у него инфаркт, это не задача, наверное, да, кардиологов или хирургов. Ну, почему нет? Когда идет общение с пациентом, безусловно, спрашивается трудовой анамнез. Какой вид работы выполняет пациент, что он занимается именно, потому что даже вот если взять банально остеохондрозы, которые есть у каждого первого-второго, там трудовой анамнез очень важен. И что признаются, что я очень много работаю, вынужден работать на двух-трех работах, вот и сгорел? Нет ведь? Ну, нет, не все признаются. Да. Спасибо. Спасибо, Наталья Шулятьева, заместитель главного врача Кировской городской больницы, номер девять. Ну, и еще надо сказать, что Сергей Вострицов, конечно же, приводит опыт западных стран, который говорит, что в индустриально развитых странах понятия такого, как совместительство, не существует. В некоторых странах Европы установлено фиксированное количество часов рабочей недели от 40 до 44. Ну, вот во Франции, например, можно же работать где угодно, и не обязан об этом сообщать первому работодателю, не второму. Но если сообщаешь, то оба работодателя должны учитывать, что ты работаешь еще на другой работе, и начислять тебе сверхурочные. Начислять тебе сверхурочные. Ну, я не знаю, Володя, мне кажется, при той системе, еще раз, при уровне зарплат, минимальных, средних, при том, что у нас отсутствует, в общем, сам по себе средний класс, или он превратился в тонюсенькую прослойку, при таком огромном количестве людей, которые выживают, собственно говоря, говорить о том, что давайте-ка мы сейчас запретим людям совместительство в заботе об их здоровье, ну, как мне кажется, странно. Да если даже запретят, это не проконтролировать никак, на мой взгляд, и все. Странно. Зачем такие вот инициативы? Нет, ну, вот все, понимаешь, обоснования все правильные. Мне кажется, только не этот инструмент первым должен заработать. Но, кто его знает, посмотрим, как будет двигаться эта инициатива. Спасибо, дневной разворот на этом завершен. Я не прощаюсь, особое мнение через 20 минут с депутатом Гордума Николай Барсуков будет. Так что до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин